Субтитры создавал DimaTorzok У него телефон не отвечает, он вообще обычно всегда пишет СМС, будет он или нет, а в этот раз не написал и сейчас телефон у него не доступен. Ну, поэтому гляньте за этот коридор. А для чьих слов стоит? Ну, у нас тут тоже не теряется. Значит, что получается? Вещь получается путем удерживания тождества чувства душой при переходе от одного свойства в другом свойстве. Это удерживание тождества в чувственной форме совершается мышечной формой, которая занята именно этим удерживанием тождества, тождественности в чувственной форме в процессе перехода от свойства в свойство. От светов, звуков, звуков цветов. Это удерживание тождества, удерживание мое тождества, и получается, называется вещь. Вещь существует именно в действии перехода, именно в процессе перехода от свойства к свойству и возникает отношение многого и одного, двух и одного. Немножко некоторые сомнения вызывает переход к третьему звуку, скажите, потому что переход от двух к свету, переход от цвета к запаху, удерживается ли при этом звуков. В отношении двух к одному, вроде бы, получается. В отношении трех к одному, может, требует какого-то рассуждения, хотя, а может, не требует. Потому что осознается место, одно и то же место, где был звук, а теперь свет переходит в запах. Не знаю, требуется ли здесь дополнительное разрешение или нет, просто не знаю, просто обращаю ваше внимание, неопределенность может быть и есть. Именно потому, что тождество, тождественность чувственной формы удерживается, вообще возникает именно при переходе от свойства к свойству. Нет такой ситуации, что есть отношение вещи и свойства. Видимо, нет. Есть отношение вещи и движение от свойства к свойству. В этом движении, в этом движении, в общем, удержавая тождественности чувства, и возникает отношение одновременности к ноге. В общем, если человеку дали в руки молоток, это значит, что он будет еще что-то с ним делать. Поскольку, как в прошлый раз, и дали в руки молоток, поскольку чувство себе не дано, и вообще не осознается. Как чувствуется, как тождественность чувственная форма, осознается, как тождественность места. Место, которое обладает различными, или в котором свойства сменяют друг друга. Таким образом, возникает вот первая глава лодки, которую мы определили как ситуацию, где форма мыслица предшествующей, отличный предмет. Отличный предмет. Когда форма мыслица отличной от предмета, в каком бы то ни было смысле. Мы уже разобрали, в каком бы то ни было смысле. Сейчас к этому я не был сегодня. Если хотите, можно вернуться, но я не предполагаю этого. В каком бы то ни было смысле, форма мыслица предшествующей и определяющей предмет. На стадии вещи, как мы говорили, мыслящая форма занята чувствной формой, а не собой. Она занята тождественностью, чувствной формой, которой и есть вещи. Да, все это, конечно, здорово звучит. У меня совершенно непонятно, почему желтое тихо я отношу к столу, по-прежнему, например, что-то другое, зеленое, и круглое к рожку с фикуса. Это совершенно непонятно. Почему иногда мыслица форма то одним занята, то другим? А мы же не перечисли к отношению к предмету. Сейчас мы собираемся перейти. Возникает ощущение, что мы мыслим форму то же достоствойства, мы не мыслим различия вещей. Казалось бы, это один и тот жад. Я сейчас к этому приведу. Хорошо. Пока у нас один день, это одна единственная вещь, или безотношительная друг другу. У нас одна единственная вещь, обладающая судьба. У нас на стадии вещи мыслящая форма занята чувством, а не собой. В действительности мыслящая форма, или мысль, понятное дело, определяемые собой, чувства и отношения, вещи и свойства. Но себя, как определяющие, не осознают. Поэтому следующий шаг, как обычно, заключается в экспликации того, что уже есть опыт, но не осознают. Осознавание того, что есть, но до сих пор не осознавалось. Мысль сознает себя. Что это значит? Это значит, что мысль сознает себя как действие. или действие мысли, или мысль направлено на самое себя, а не на чувства. Что это значит? Это значит, что мысль устанавливает отношение мысли 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 себя как отношение с собой. Мысль устанавливает отношение тождества с собой. Возникает ситуация, когда, ну да, буквально так, что мысль соотносится с собой, и устанавливает отношение с собой. Движение мысли, или схватывание мысли себя в качестве действия, есть установление мысли отношения с собой. это отношение с собой, как я заметил в прошлый раз предварительно, не существует во времени, и не существует в пространстве. Это просто отношение. Отношение мысли с собой собой. и, такими словами, отношение к трудности. Устанавливая отношение с собой, если мысль изначально была основанием вещи, то есть она, именно мысли, сдерживала то жество чувства, при переходе от свойства к свойства, для него можно было основанием вещи. Теперь мысль сознает себя основанием вещи, в том смысле, что устанавливает отношение с собой. Отсюда получается, что отношение вещей задается отношением мысли с собой. с собой. Потому что мысль, и установив отношение с собой, она посуществует, и будучи основанием вещи. Мысль, устанавливая отношение с собой, и будучи основанием вещи тем самым, устанавливает отношение вещей к отношению мысли с самой собой. Как конкретно это получается? Мысль устанавливает отношение с собой, как мыслью, а затем, удерживая это отношение с собой, или удерживая себя, как отношение с собой, мысль совершает удержание, совершает удержание от дождейственности чувственной формы при переходе от в свойство в свойство. Условно говоря, это удерживаемая тождественная форма чувства. Она на этаже, я в прошлый раз просто нарисовал, но различие заключается в различные свойства. Но при различении свойств, мысль удерживает тождественную форму. Затем, первый шаг, мысль устанавливает отношение с собой, как с мыслью, и вторым шагом удерживает это отношение с собой, сохраняет это отношение, выпускает это отношение с собой, снова повторяем этот фокус с удержанием тождества чувства, тождество, тождественность чувственной формы, при сменении впечатлений, при сменении свойства. устанавливает устанавливает отношение с собой, повторяем, и удерживая это отношение с собой, самосознание, удерживая сознание себя как мысли, а это и значит, удерживает отношение с собой, мысль обращается в чувство, и совершает тот же опыт, который шаг совершал от этого. Ясно сознавая себя, то есть, сознавая отношение с собой, ясно сознает тождественность чувства при сменении собственного. Вот здесь и возникает отношение вещей, как отношение мысли с собой. То есть, отношение вещей состоит в отношении мысли с собой. например, помидор. Он красный и похучий. При смене свойств, при переходе от красноты к похучести, мы удерживаем чувственную форму от удовольствия. Дерегать на высшую, помидор. При переходе от цвета запахов помидор, мы удерживаем тождество чувственной формы, тем самым, получаем помидор как вещь, обладающую службу. помидор. Затем мы осознаем мысль, как действие, а это значит, что мы устанавливаем отношение тождества к мысли с собой. помидор. имея в качестве предмета уже огурец, помидор красный, круглый, огурец, зеленый и продолговарный. при переходе от цвета к форме, здесь от красного круглого, здесь от зеленого к продолговатому, мы удерживаем, во-первых, в верхнем отношении тождество, так что наша красота создала себя, она себя не выпускает. при переходе от зеленого к продолговатому, мы сохраняем тончество, чувство, и получаем огурец, как вещь. Почему у нас они выполняются в таком понятии, очень яркие действия? У вас получается, что сохранение отношений мысли с собой есть форма различия двух вещей? Да. Форма отношений, различия. Да, форма различия, у вас форма тождества мысли с собой, удержания, это является формой различия двух вещей. Да. Но почему оно в этом случае, когда от помидорок вырустся форма различия, а почему точно такое же приключение невозможно по отношению красным и круглым? Красным и круглым. Внутри помидора. Почему внутри помидора она невозможна? У нас что, дух здесь не свободен совершенно? Тогда в чем степень его несвободности? А кто ты с вами верил? Дух, дух, сознание. Дух сознания. Еще раз вопрос. Он состоит в следующем. У нас форма отношения с собой, мысли с собой, форма отношения мысли с собой, она у нас задавала форму различия между двумя вещами. Что решает нам, этот раз, провести ту же самую операцию, но не по отношению к помидору, а по отношению к красному кругу. Тогда у нас будет две разных вещи, а тот же самый закон на сохранение отношения мысли с собой будет выполняться. с собой. Когда мы устанавливаем отношения между красным кругом, мы с собой не осознаем. По определению с собой не осознаем хорошо, а пусть она там себя осознает. Что ей мешает? Я же говорю, Бог свободен же. Почему он не может осознать себя там, а ему обязательно нужно переходить? Почему он так повязан вещью? Почему ему надо обязательно помидор, когуца переходить? Почему он не может переходить к красному и кругу? Если он является свободной формой, то ему ничто не мешает выполнить точно такую же операцию. Вы спрашиваете, почему отношения мысли с собой дают нам различия мест? Да. Может, из этого различия в данном итоге да, да. Потому что, если оно произвольно, то тогда оно подобного рода отношения мысли с собой просто нам превратит в то, что у нас помидор будет состоять из красного, лежащего в одном месте, если это действительно место, и круглого, лежащего ряда. Агурет? Ну, у вас есть форма пространственного стиль, форма различия. У вас огурет же лежал рядом с помидором, и если нам это отношение между агурцовым и помидором было не эмпирическим фактом, поступало в качестве в качестве в качестве некой формальной процедуры, то тогда что надо, чтобы мы применяем то же самое формальную процедуру к отношению круглого и красного, и имеем, что мы имеем. Имеем их постановку встреченности. я боюсь, что я не до конца вас понимаю, именно того, что круглый ряд красного то тоже сочувственной формы все так две вещи но тоже сочувственной формы создается именно переходам от красного или от круглого то есть все таки пространство является предпосылкой а бывает так, что две вещи находятся в одном месте или нет или нет такого не бывает не бывает ты знаешь, что два шведа в одном месте да, то есть например земля и человек находится примерно ну хорошо и нет если человек влечается в землю или земля человек да ну так вот это отношение с собой все таки не пространство отношение с собой это просто отношение с собой предполагает у нас не разниче то есть у нас получается что дух зависит от пространства полностью тогда зачем отношение мысли с собой отношение отношение вещей между собой различие вещей является основным верическим фактом их постранственное значение нет не так правда ли я думаю что ты и так отношение с собой это самое другое отношение с собой это то что помидор есть огурец иначе говоря это овощ и это точно тоже овощ и это достигается не эйдосом сущей овощи который воплощен помидор это отношение мысли с собой то что называется понятием или идея платона здесь достигается не путем установления эйдоса сущего сущего овоща достигается тем что мысль в помидоре и огурце соотносится с собой и овощи эйдоса обобщение это овощи это точно как овощи они различны да но все-таки пространственное различие между ними является существенным в данном построения? Нет, потому что это один и тот же обувь. Да, но они находятся в разных местах. Ведь смотрите, почему именно пространственное различие? Получается, что пространственное различие, с одной стороны, то же, что угловая красная в одной точке является формой вещи как таковой, что это является свойствами одной и той же вещи, с одной стороны. С другой стороны, различие помидоры и огурца в разных пространства задает нам различие между двумя вещами. Поэтому как нужно без пространства обойтись? Не обходимся никак без пространства. У нас, в качественном случае, то жество пространства и различие пространства уступает в качестве существенной предпосылки для отношения мысли с собой, если действительно мысли с собой. Игорь, утверждение, что огурец и огурец это один и тот же овощ, предполагает ни пространство, ни времени. Это утверждение вне пространства и времени. Предположение вне пространства и времени. У нас время просто не укладывается. Да, но для того, чтобы нам сказать, что помидоры, а мысли вне пространства, отличаются от огурца, нам нужна пространственная разнесенность и их чувствуется. Ну во-первых, почему мы пространствуем, может быть и временная. Помидоры вдох, он придется на этом месте огурить. Это может быть и время. Ну не важно. Ну какая-то развлеченность. Потому что у нас тождество задавало помидор как помидор. Как тождество между красным кругом задавало пространственное неразлеченность или времена. А наоборот пространственное разнесенность задает. Нам же надо сказать, что помидоры, огурец это различные овощи. Я спрашиваю, что такое различные. Различные это то, что они получаются разнесены и в пространстве, и в времени. То есть пространство вступает в качестве. Различие по сущности это не различие в пространстве и времени. Независимо от того, как они в пространстве и времени разнесены, они различны по сущности. Просто понимаешь, если они по сущности, в чем здесь проблема? Если они будут просто различные по сущности, вот только так, вне зависимости от пространства и времени, тогда я почему я не могу сказать, что у нас круглое и красное два различных сущности, различенные по сущности. То есть примерами двух разных вещей. Тем не менее, в одном случае у нас они по сущности не различны, и красные круглые становятся одни помидорами. С другой стороны, они у нас различны по сущности, тогда они и становятся помидорами грудцов. Я могу только повторить, утверждение, что помидоры, огурец одно и то же, то и другое овощ, точно такое же овощ, это утверждение никак не пространство не вписывается. Оно уже подразумевает различие между помидорами и огурцом. Это другое. А что значит различие между помидорами и огурцом? Когда мы поняли, что это одно и то же, то мы уже делаем различие, удерживая тот смысл, что эта овощ, это точно такой же, ничем не отличается от другого овоща. Тогда уже поняли, что это общее и это овощ, мы уже делаем различие в смысле, в понятии. Тогда можно сказать, что слева это справа, это зеленая, это красная, это круглые, это продолговатое. Но это будет уже различие одного и того же смысла, одного и того же общего. И опять-таки это не будет иметь никакого пространственного и временного смысла. Да, вот тогда, я тогда возвращаюсь в первую постановку, когда у вас углы и красная, мы тоже можем сказать, что это два примера, как у него там помидор. Тогда у вас углы и красные, они на протолу будут различные различные вещи. Однако это не так. То есть нельзя говорить «ааа», а потом отрицать «я» и говорить уже «да». Тогда у вас и первая тоже будет падать. На самом деле, если думать, Игорь же пытается сказать, что есть различие качеств, а вот есть различие сущностей. Надо показать, в чем различие этих двух различений. По-моему, здесь не достигается, вот, в удержании того, что помидоры и углеты так одно, здесь не достигается никакая сущность и никакой помощи. А здесь получается понятие предмета как такового. Потому что ведь никакой определенности конкретным чувствами за этим предметом не остается. Остается только логическая структура. Мышление равное себе, удерживающее чувственную форму равную себе и тем самым удерживающее место, соотносящееся с разными определенностями. Но какие эти определенности совершенно не важны. Съедобные, несъедобные. То есть сущности станут примерами? Тогда нужна одна сущность. Зачем тебе так? Тогда вопрос становится следующий. Очень интересно. Почему здесь у нас они, если она полностью не важна, чувственность. Почему здесь у нас они примеры сущностей? А почему, когда они были круглые и красные, они были примерами свойствами одной вещи? Качество. Ну, в логической структуре изменилось. Ну, здесь удерживается только чувственная форма, а здесь удерживается мысль и чувственная форма. Понятно, что логическая структура изменилась. Почему одна структура, та же самая структура, если она действительно Игорь прав, и она является абсолютно свободной по отношению к чувственной достоверности. Почему первая структура работает в отношении к углу и красного, но не работает в смысле помидора и огурца. И наоборот, почему вторая структура работает в смысле различия помидора от огурца, но не работает в смысле различия к углу и красного. И к пространству нам не важно. Почему так? То есть либо то, либо второе. А нельзя сделать сначала один, а потом захотели, если мы абсолютно индиферентно относимся к чувственной определенности, потом захотели и перешли к другому. Понимаете, да, что надо же предпоследовательному построению. Ну ты просто, Игорь, не хочешь услышать. Есть некоторое сказанное структурное различие между двумя видами различений. Различением свойств внутри качества или различением качества и различением сущности. Да нет, она может быть и есть. Мы просто ее не услышим. Я просто люблю помидоры с вкусами. Они дорогие, дорогие. Просто пока мы ее не услышим так четко, чтобы понять, в чем состоит от различий. Как и красный склубок. Я понимаю построение, которое нам предлагается. Но я просто не понимаю, почему оно в основном случае работает на одном примере и не работает на другом. А как еще что работает, какие работают и не работают? Ну вот у нас есть формальное различие между помидором и лицом. Которое является нечто такое, как тем, что они не то и являются овощерными. То есть являются примерами одной из участников помощи. Они выступают в качестве примеров одной из участников и овощей. И в качестве примеров одни, во-первых, являются примерами этой сущности. Только овощ это не сущность? Да. Это общее понятие? Да. Сущность это конкретная, а вот помидор в конкретной. Ну с другой стороны они выступают в качестве различного. Помидор отличается от овоца. Почему здесь помидор отличается от овоца, а в предыдущем случае кукла не отличалась от красного, а была тождественными свойствами одной вещи? Вы понимаете? По-моему, если вы не хотите услышать, в отношении вещей устанавливается отношение мысли с собой. Чего здесь совершенно мелко. Здесь отношение чувства с собой дает нам вещь, а здесь отношение мысли с собой дает нам отношение вещей. Да это понятно. Просто меня интересует вопрос, где основания говорить, что в отношении к угловой красному, если именно смысл имеет отношение чувства с собой, а не отношение мысли с собой. Почему мы можем здесь выступить в качестве отношения мысли с собой? Если наше сознание абсолютно индифферентно по отношению к чувственной данности. Вот это я хочу сказать. Нет, ну просто оно не было индифферентно по отношению к чувственной данности. Почему? В примышлении только вещи мысль занималась только одним. Удержанием не себя, а чувственной формы. Той же самой. А здесь она удерживает не чувственную форму, а себя. Поэтому, кстати, чувственные формы, они просто разные. Почему отличаются помидоры от грудца? Потому что чувственная форма одна или другая. Это хорошо. Я говорю, а я говорю следующее. Вот мы сделали первое эффективное условие. Мы круглое, сделали тождественное красное. Таким образом мы говорим, что тождественное красное. Оно не круглое, тождественное красное. Оно является гвоздь одной вещью, является спрятой одной вещью. Это достигается таким способом, что мы удерживаем чувственную форму с точки зрения формы мысли. Тоже с точки зрения мысли. Тоже с точки зрения мысли. Теперь, как предлагается в следующем построении, нам предлагается удержать мысленную форму в качестве чего-то постоянного. Таким образом, говорится, достигается переход от помидора к огурцу. Спрашивают задачу, почему мы в этом первом построении не можем пытаться удержать мысленную форму в качестве чего-то постоянного. Тогда у нас переход будет уже не от помидора к огурцу, а от круглого красного. Уже сейчас. В последнее время мысли в деятельности играли в форму не абсолютно. Тогда это не получится. Если мы здесь совершим переход, установим отношения мысли с собой, то получится, что намеренно получится, что что круглая – это одна вещь, а красная – это другая. Я против города, да. Ну, по крайней мере, есть четыре свойства. Надо вспомнить, что удержание происходит в переходе. Круглая, красная, да. Да. Да, да. Четыре. Поскольку, действительно, прощается время, нам совершенно не помощник никому, то, конечно, можно там четырех свойствами помидор представить как две разные вещи. Нет. На самом деле, я вот вижу здесь определенного рода различий, которое оно не указано в общем-то. Дело в том, что мысль, здесь относительно того, там, удерживает она себя или нет, она уже является неким тоже, сама по факту. То есть, на самом деле, есть два тождества, да. Есть тождество по факту, потому что мысль всегда стоит мысль, она просто равна себе по факту. И второе тождество, которое достигается, когда мысль намеренно удерживает саму себя, как остающийся равным в одном и том же. То есть, на самом деле, равенство это два, а не одно. И вот, когда мысль по факту остается равным себе, это то самое тождество, которое мы видим в чувствах. То есть, тождество в чувствах, это просто есть следствие факта, что мысль всегда равна себе, всегда. Просто природа мысли такова, что она равна себе А вот то, что вы указываете на то, что мысль остается равной в себе в различных сущностях Это уже другое творчество, которое уже связано с тем, что в каждом случае мысль равна себе Но при переходах, как бы она еще и при переходах остается равной в себе Потому что не обязательно при переходе мысль должна остаться равной себе Потому что в первом случае мысль о помидоре, в втором случае мысль о овощах Да, получается, что когда мысли не сознаёт себя, она является в равной семье, она сознаёт своё радость. Её сознаёт себя равным в семье, в действии получается в каком-то ситуации отношения тоже с собой. Отношение мысли с собой, отношение мысли с собой. Поскольку следующим шагом является удержание при сохранении отношения мужчин с собой, удержание чувств, мы получаем структуру, дающую два разных предмета. Конечно, если мы не можем начинать с областью помидора, надо начинать с предмета, это не нужно. Но это как бы просто правило, пока не только помидоры, но и помидоры не будет, потому что два предмета. Но Игорь тоже в чем-то прав, ведь он же требует обосновать, почему именно так сущности разбивается. Так я согласился с облегчением, если у помидора четыре свойства, то применяем эту структуру, а в общем, если у нас свойства у помидора два разных предметов. То есть предметы и расслабляются, когда мысль это сознает в себе, удерживает в себе, равна себе. Что здесь в ладо? То есть начинают троиться в глазах, был один предмет, стало два. Было много каких-то качеств, а эти качества распределились как сущности? Просто был один предмет, стало два предмета. Ну я говорю, да. Самое существенное, с моей точки зрения, заключается в том, что мы получаем общее понятие, понятие предмета или понятие овоща, получаем понятие без эйдоса. Понятие возникает не благодаря эйдосу, а благодаря отношению мысли с собой. Потому что отношение вещей есть отношение мысли с собой. Ну а зачем, если укладом определяет эйдос иначе? Ну и сущий овощ. Ну да, у него сущий. Да, тут получается нет никакого сущего овоща, а есть только отношение к имидору с собой. Отношение мысли с собой. Овощ это отношение к имидору с собой. Как отношение к имидору с собой? Как отношение к имидору с собой? Ну а как отношение к имидору с собой? 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 Доброе утро! Отношение в чём? Да, одно лежит в основании любого различия. Отношение само свобое можно определить? …Вообще разierte в чём и в другом ст Своболе, Не убрать, не отречить. Вместо эйдоса, другого глобозома, примера, мы имеем отношение с собой. Представляете, чего это называется родовое понятие? Ну, Олег Наталович, тут получается, что родовое понятие одно, просто предмет. Потому что я могу понять, каким образом мы при переходе от одной вещи к другой удержали равенство. И если вещи тоже равны в каком-то отношении, то это дает нам просто понятие предмета. Но это никогда нам не даст понятие овощи. Ну да, кстати, это аргумент. Овощи-то нет, а есть предмет, да. Предмет с различными свойствами. Да, с различными свойствами. Но это же абстрактное. Это просто некий предмет и некие свойства. То есть есть, по сути, один эйдос на все вещи. Ну, в каком-то смысле это так и есть. Потому что что ни возьми, а то есть предмет. Да, ноль свечи-то. Ну, просто здесь я думаю, что вот более конкретного понятия пока не получить. Потому что для более конкретного понятия должен быть какой-то остаток в этих чувственных качествах. А мы должны их утратить, чтобы обнаружить равенского предмета. Предметов. Предметы. В этом смысле, кстати, это очень хорошо, потому что мы получаем чисто логическое обнеделение предмета без никакого отношения к конкретной чувственности. Потому что если у нас первый шаг был еще, вещь была просто соотношение конкретных чувственных, конкретных чувственных, и это был, на мой взгляд, недостаток, который не нужен недостаток, но это странно видеть в логике. То, получив понятие предметов, мы их предвые получим совершенно чистое от всякой чувственности понятие предметов. Только понятие. Только фонумы цели. Нормально. Ну, просто я говорю, что тут род задан, как один род. Для того, чтобы возникли те рода, которые мы знаем в реальном, надо, чтобы родов было много. Может быть, потом со временем можно получить, что их много. Сейчас просто род один. Сейчас все предметы действительно просто предмет. И этот предмет – это и есть род всех этих сущностей. Потом очень интересно получается. У нас либо у нас есть чистая вещь, как таковая, тогда не фигня, что она является овощем, каким-то овощем. Либо у нас оказывается, что помидор и огурец – это нечто разное, чем тот же, например, огурец и апельсин. И я не уверен, что при построении вещи обязательно присутствуют чувства. Просто присутствуют два родных свойства. Не обязательно красными кругами. Есть толщество формы и различие качеств. И все. Многое одно и разное. Тогда что-то там мысль конструирует, что ли? В эту конструкцию уже можем это... Мысль конструирует вещь, получается, или вещь все-таки есть? Вещь есть. Как-то странно получается. А, я понял. А почему тогда не папидор зеленый, не красный огурец почему-то? Да. Мы сначала... Это как правильно. Дух не свободен. Ну, что попалось, никто не свободен. Вот. То есть, получается так, что сначала мы получили определение единичной вещи, а сейчас мы получили определение общей вещи, общего предмета. Это... Вот. Ага. И тут, возможно, еще одно движение. Мы... Когда, вот видите, когда мы удерживаем отношение мысли с собой, удерживая это отношение с собой, строим новую вещь, удерживаем доброе чувство при смене слова, то получается, что отношение мысли с собой здесь еще не создаётся как определяющее для отношения вещей. Отношение мысли с собой и отношение вещей, они создаются как тождеством чувством. Тождеством чувством. Тождеством чувством. Вот отношение этих двух тождеств или двух вещей совпадает с отношением мыслей, что неверно. Потому что на самом деле именно отношение мысли является логически первым по отношению к тождеством чувством. Или отношение между тождеством и тождеством, между вещью и вещью. Поэтому следующим шагом является экспликация того, что еще не экспенсировано, но есть. Мы осознаем, что отношение мысли с собой является логически первым, его следствием является отношение вещей, и следствием является отношение вещей. Поэтому окончательно определяется, что такое примет. Примет – это отношение мысли с собой, именно это отношение и конкретизируется в двух вещах. Тогда в самих вещах мы уже можем… Ну, не знаю, надо подумать. Просто этот ход тоже представляется, я просто тут придумал. Но понятно, что построение, которое мы сейчас достигли, отношение мысли с собой, отношение вещей совпадает по значению. Мы удерживаем это, строим это и они совпадают. И еще. И надо осознать, что отношение мысли по отношению к вещей является практически первым. А что из этого вытекает – посмотрим. Итак, то, что Платон называет Эйдесом, недоподеннее Эйдесом. Общее понятие, недоподеннее общей понятии. А есть отношение, вещи с собой, и то, во что мы не могли поверить на прошлом занятии с Игорем, что отношение вещей, есть отношение, и что-либо отношение мысли с собой. То есть вещи относятся, находятся между собой в отношении должности. Потому что у особо, как каждая мысль, каждая вещь имеет все-таки мысль, то вещи относятся, находятся в отношении должности. Но это не мудрено, если каждая вещь – это мысль, и две вещи соотносятся как две мысли, но это… Нет, вещь – это не мысль, мысль – это и фронтовая вещь. Вещь – это вещь. Смотри, это чувствовая форма, смена свойств. Так все-таки еще смена свойств у вещей есть? Это как это так интересно? То есть вещь определяется тем, что она берется два качества, и это качество определяется как вещь. А теперь наоборот получается, что помимо… Есть нечто над ними, да, и качество меняется, а вещь остается, как это возможно? Это у вас невозможно никак. У вас вещи определяются теми качествами, которыми вы их видели. Никак она меняться не может. Их пожелтеть не может. Если, например, помидор станет желтым, то это будет стать другая вещь. Помидор не может стать желтым, он у вас либо желтый, либо как бы… Либо другая вещь, например, красный помидор. Третья вещь – зеленый помидор. Три разных вещей. И соединить в одну вещь вы не можете. То, что определяется на вас вещь через качество. Вот если бы у вас было нечто такое над, допустим, дожество, и к которым присоединились бы качества, то тогда бы независимо от качества это дожество существовало само по себе, как над. Что-то, как сверх какое-то, да, которое существует, например, как пространство. Вот вы говорили про место, когда я говорила, это замечательно. Потому что если есть место, то независимо к этому месту присоединены свойства или там качества. И тогда вещь, как бы, как место, она действительно может меняться, потому что качества у нас одни присоединяются, а другие присоединяются. А так у вас просто мир логики действительно. Вещь – мысль, да и другая вещь – тоже мысль. Две мысли соединяются, как возникло отношение мыслей. Да, мы подумали, что может быть в этом построении. А вы мне теперь тут? Пошел ты. А сегодня все. У меня говорилось. Спасибо.